Обещанное видео с Алексеем. Ты знаешь, как тебя называют в комментариях? Как же? Кто-то говорит «ангел», кто-то говорит «человек в тени». Как думаешь, почему так происходит? Круто. Ну, видимо, потому что я всегда нахожусь рядом и выручаю людей, слежу за ними и выручаю их в каких-то передрях. Это что за ребята? Ну, ребята наши занимаются оппозициями. Я всё время нахожусь рядом. То есть люди делают то, что обычно делают, выходят с протестами. Я как бы в толпе, то есть здесь видно много народу и иногда они меня даже и не видят в принципе. Но я хожу и фиксирую все моменты. То есть они занимаются тем, чем они занимаются, оппозиции? Да, только не зная даже иногда обо мне, они просто делают то, что они обычно делают, а я это всё фиксирую. Понятно. Мы сейчас где находимся и чем знаменательны это место? Мы сейчас находимся в станции метро Кузнецкий мост, пересечении двух улиц, Кузнецкий мост и Рождественска. Этот перекрёсток примечательен тем, что здесь обычно люди выходят на одиночные пикеты и здесь им разрешено находиться какой-то промежуток времени. Когда последний раз ты здесь был и были ли здесь какие-то инциденты, которые находились здесь или в этом месте? Был как раз один наш пикет, он находился как раз ближе уже к Колубянке, на пересечении. Произошло всё очень быстро, то есть находился он по времени минут 10, наверное, и возле него образовалось уже человек 7 после этого момента. Причём не только в форме, но и в гражданской форме, то есть это видео всё очень серьёзно. Вот его упаковали, увезли. Вот я всё это время как бы снимал. И чем всё закончилось для него? Закончилось всё нормально, то есть его продержали какое-то время и отпустили. Не выписали даже штраф. А что у него была за акция? Против чего он протестовал? Он протестовал против... Сейчас скажу даже, как у него лозунг произносился. «Очнись, народ, вас делают нищими рабами», что-то типа того. Понятно. То есть он протестовал против коррупции. Вот в общем. Понятно. Мы сейчас пойдём поблизости ещё в одно место, да, где тоже часто... Где мы тоже находились, да, не так давно. Это место тоже очень знаменательное, сейчас мы его посмотрим. И ты расскажешь, что там происходило. Конечно. И ещё, кстати, по поводу 12 июня. И по поводу 12 июня. Алексей был в самом центре событий. В самом что ни на есть, да. Со второго места нужно будет рассказать. Хорошо.